Ночь в музее. Возможность наконец посетить интересное место, не откладывая на потом. Ежегодно, именно в день музея, в хранилище истории распахивают свои двери и готовят специальные программы для того, чтобы приобщить новых людей к приятному и познавательному досугу. Порадовать своих постоянных гостей. То, какую тематику выбирать, каждый музей решает сам. В Солигорске в этом году решили продолжить тему памятной даты. 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Благодаря нашим, уже можно так сказать, друзьям, реконструкторам из Гомельского клуба память, мы имеем возможность представить нашему населению весь вот этот быт и все военные вещи, которые были в обиходе Красной армии. Также здесь у нас в музее представлена и противоборствующая сторона, это обмундирование немецких солдат и в принципе все их личные вещи. От слова к делу. На входе гостей встречали реконструкторы и исполнители. Репертуар песен преимущественно на военную и патриотическую тему для создания нужного настроения. Прямо в душу не просятся, в перелески, да брось реки, и небес, и целая сень, разлюбить тебя нету сил. Дальше гости могли провести время по-разному. Отдельно работала, например, интерактивная выставка от библиотеки. Тут был представлен тематический квест, а также проект, известный далеко за пределами Солигорска «Мягкая родина». Необычный арт-проект, он рассказывает об уникальности страны и Солигорского края. А другим вариантом провести досуг стала возможность посмотреть экспозицию с элементами реконструкции, поддержать в руках оружие и обмундирование, увидеть экипировку обоих сторон, задать вопросы. Кульминацией вечера стало выступление еще одного исполнителя Владислава Русецкого, который спел песни прямо во время основной экскурсии. А мы все лезли толпой на нее, как на буфетах в вокзале. И в реке «Ура!» застывали во рту, когда мы пули и голодали.